привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и мы сегодня начинаем движение последние дни на островах королевства тонга мы готовимся к переходу будем заправляться делать много подготовительных работ я вам покажу пилотаж как мы рассчитываем маршруты как мы что делаем собираемся выдвигаемся и мы держим путь на минерву поэтому 270 морских миль нас ждет впереди и собственно об этом будет сегодня наш ролик вы готовы погнали уже так мы сейчас приехали на заправку газа здесь вон газовая станция они его прямо сразу наливают мы заправили два баллона по 6 килограмм и один этот маленький 2 килограммовый кемпинг газ французский 6 килограммовыми проблем не было а с этим у них минимальное количество которое они могут заправить типа какой-то сет в общем я в него пришлось заплатить 400 килограмма это минимальный заливаемый объем 6 килограммовые по нормальной цене короче я заплатил 67 банка 100 около 30 долларов за 66 и маленький вот этот 2 килограммовый который пришлось заплатить четыре с половиной короче задаю ее машинку все мы сегодня наигрались короче меня спросили хочу ли я чтобы меня подвезли я сказал что мне здесь недалеко никаких проблем но ношение это просто великолепная потому что здесь недалеко купите но все равно если они это предложили им просто молодцы ну что птичка в клетке баллоны загружены хлебушек куплен сейчас дина еще сходит в магазины купит мне сипа это 6 пиво и мы поедем на лодку заниматься делами потому что подготовка лодки к выходу у нас проблема небольшая с водяной помпой при как с помпой проблемы нет где-то вода течет в общем я уже нашел надо будет все исправить я купил фитинги всякие сейчас приедем быстренько все сделаем но это все равно время будем смотреть дальше прогноз погоды я вам покажу все это здание это порт авторить и вот мне выдали бумажечку перед тем как идти в таможню нужно оказывается было зайти сюда и заплатить harbour fee но как бы мне таможенник сказал что у меня будет ждать потому что уже таможня закрывается но он подождет короче за три не за четыре дня на якоре стоянка здесь harbour fee составила 60 долларов это порядка чуть меньше чем 30 американских но кстати не дешево нифига если учесть что это просто где-то там на якоре стоишь еще и хер знает куда ездишь так мы сейчас идем в таможню оформляться в общем в порту находится здание нету брокер сам отсюда я уже знаю как здесь заходить вообще не проблема короче все я таможню прошел три формы заполнил и 2 на иммиграцию штампики мне паспорт поставили бумажку на выход далее сказали завтра в 9 утра прийти мне дадут какую-то форму duty free я сразу пойду в fuel терминал и мне сразу все нальют сколько мне будет нужно duty free а еще прикол в порт авторите нельзя платить карточкой они принимают только кэш что вообще сакс здесь проблема вообще здесь во всех магазинах кроме некоторых принимают только кэш карточка плюс 4 процента иногда вообще не принимаю верни как я почти вообще нигде не принимают только иногда принимают ну такое себе на самом деле мы решили снять еще машину потому что нужно заправить топлива не накатались вот смотрите какая великолепная машина чистенькая класс даже в том что мне дали эту машину вообще не залогов не документов ничего я просто сказал типа мне машина нужна они такие на ключи евро сколько платить утку если сегодня вернешь то сорокет ну тогда нам надо выкататься на весь этот сорокет однозначно сейчас мы заезжаем сюда и заберем наши канистры вообще удивительная история мне так еще машину не давали никогда так вот вообще я не ничего не копию документов ничего может быть уже из-за того что я это один раз делал тут есть такой момент что у них там типа они доверяют что я ее в прошлый раз привез не ушатому наверняка из этого раз у нас был запал тос и такая поменьше такой ситбокса это прямо хорошая вот честно в нее канистры загрузим это лишь колеб провонять каратию хоба теперь у нас задача короче найти какую-нибудь заправку где заправляют причем самый большой прикол что у нас был большой прокол дути-фри мы потратили кучу времени на хуйню на хуйню потому что сказали что duty free есть нам дали бумажки вспоминать что заполнение анкет всяких там херотений заполнили могли вчера просто со всей этой бюрократии бумажные разобраться сегодня уже никуда не ходить да но они сказали что типа а извините мы таких количества как для яхты дути-фри не делаем такой что-то было вообще что мы сказали количества в налоговой которая нам нам нужно ну в кастами в таможне короче хрень какая теперь едем ищем заправку где заливают за за карточкой нужно здесь большинство заправок на которых мы были они все хотят кэш на железь кэш а кэшим все мы уже не можем снимать уже снят снят до всех лимитов поэтому сейчас едем на ищем заправку ищем еще магазин кофе купить здесь оказывается еще кофе нет даже только гранулированный кофе во всех магазинах мы уже были в четырех и не только катастрофа кстати говоря машину за полдня вот чтобы это все купить нам обошлась 30 банков 12-13 американских долларов нам обошлась это машина полностью загруженные едем сейчас мы не глиссируем потому что если мы будем ехать медленно все прячут камеру демида 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 что я вам обещал рассказать немножечко про пилотаж итак смотрите у нас до верхнего до северного острова минервы это не остров а риф 270 морских миль из которых я думаю что около 20 миль мы будем вот тут вот объезжать вот это вот все по погоде у нас следующее мы выходим у нас ветер слабый и дует зато он поперек поэтому есть шанс что мы даже пойдем под полными парусами если нет я подготовил уже всю проводку туда вот веревка это фурлер кодзиро большой парус я думаю будет немножко много но под кодзиро будет самое оно и далее ветер чуть-чуть спадает поэтому это точно под большой парус но ближе там к 6 вечера уже раздувает и ветер сползает на пополам наполовину и ну и дальше уже усиливается но больше чем 16 17 не будет то есть где-то около 12 у нас будет аппарент и так мы будем идти всю дорогу пока придем доме нервы это около двух дней ну а там по факту посмотрим как получится а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Вот этот наш островок дружелюбный, который нас приютил, а здесь у нас Нуку-Алофу. Ну и в принципе этого и достаточно. Дальше будет только лучше. Мы сейчас уже подходим к самой крайней точке острова и вот видите там слева белая точечка. Это мы там были в прошлом выпуске и я вам показывал место, на которое прибыл господин Тасман. То есть Тасман Лендинг Сайт. Это вот как раз мы его проходим. Только если мы смотрели раньше на эту позицию с берега, то сейчас мы на нее смотрим с воды. Прикольно. Смотрите на разницу в цвете воды. Вот мы идем на грани, причем здесь глубина большая, где-то около 400 метров. И вот такая вот вода по кромке, вот мы идем темно-синей водой, а там какая-то зеленая вообще. Можно было бы уйти направо, но там справа риф и мы направо уйти не можем. То есть мы сейчас идем вот так прямо четко по грани. Есть регионы, в которых вот Старлинг еще не очень хорошо работает. Потому что вот, например, мы отошли сейчас от берега. И вот он уже мне минут пять висит, калькулирует, куда антенну направить. Потому что вот он снизу написано, что чтобы войти в онлайн, это заняло дольше, чем обычно. Ну вот есть такие, вот мы сюда подходили, было так. То есть просто видно, там летает где-то полторы калеки, где-то далеко и все. И не хватает ему, чтобы нормально работать. Ну а если учесть, что пока у нас интернета нет, зато рыбалка мы закинули, может что-то поймаем. Нет, на воде. Планктон, планктон, да. Вот так его много и прямо в такой массе огромной. Наверное, светится. Да, наверное, ночью здесь вообще хорошо. Это были киты. И это удивительно, потому что сейчас у нас декабрь месяц, а здесь киты, но это последнее, наверное, октябрь. Причем у китов же очень серьезная история. Они приходят, выкармливают детей, они ничего не едят и при этом потом теряют очень много веса и уходят обратно в Антарктику. И весь вот этот вот большой круг, они находятся без питания. И поэтому им время возвращаться. А здесь вот сейчас декабрь и киты. Удивительно. У нас тут, как обычно, с погодой, ну не так, чтобы прямо повезло. Причем в прогнозе погоды совершенно нету дождя. А у нас сейчас такой... Причем это даже не дождь, оно такое моросит неприятное. И ветра нет. Вообще, вообще ноль. Вот абсолютный ноль ветра. И мы сейчас идем 4 узла, идем под мотором и никаких вариантов. То есть тут не то, чтобы там неудобный ветер, что мы идем под мотором. Нет, вообще просто ветра ноль. А ты тут неплохо устроилась еще с ночи. В шубе сидишь, теплой. А теперь? Все? Это все у меня смеет? Да. Я пришел тебя сменить, можешь идти отдыхать. Пойду. В доме нервы нам осталось 160 миль. Еще где-то чуть-чуть больше суток. Прошли мы это все, практически все на моторе, потому что ветра совсем не было. Сейчас он хоть чуть-чуть появился с нормального направления. Но все равно у нас аппарент меньше пятерочки. То есть мы идем до 4. То есть 3,5 где-то быстрее не получается, даже под таким большим парусом. Но зато вода ровная. И ну да, займет дольше времени переход. Ну, как бы ничего страшного. Утро активности. У нас тут сзади два спиннинга идут. С утра уже поставили большой парус. Внутри варится чашечка кофе. Проверяем энергию. У нас тут 100%, но мало воды. Поэтому сейчас будем варить воды. Сейчас докипятим наше молоко. Я сварю кофе и будем заниматься опреснением. Вот такой вот кофе получилось с пенкой. Прикольно. Слышает чашка. Сами идем в опреснитель. Включаем опреснитель на 12 вольт. И накручиваем давление, чтобы оно попало в зеленую зону. Ну, так это делаем плавненько, чтобы еще стравился воздух из системы. У нас тут Дина что-то такого вкусного приготовила. Что это такое? Горячие бутипроды. Там капуста? А, под ней бутерброд. Это не капуста, это лист салата. Ну, выглядит вкусненько. А вот мое. Классика. Классика переходов. Бутик. Это явно просто и быстро. И не надо сидеть там, корячиться возле плиты. Потому что оливье вчера весь съели. И растворимая вермишель будет? Ну, это когда ты и будешь дежурить. Короче, у нас такой вот сейчас завтрак. Это, наверное, да? Бранч. Вообще, посудомойка на лодке. Это очень удобно. Особенно, когда в переходе. И занимаешься навигацией. И нету много времени для того, чтобы заниматься мытьем посуды. И опять же, экономия, если помыть много-много посуды. То воды будет израсходовано сильно больше, чем на один цикл посудомойки. Потому что мы тратим на цикл 5,5 литров. Смотрите, народ. Мы сейчас идем. Под нами глубина 2,5 километра. Естественно, вот здесь вот депс показывает прочерки. Потому что он там больше, условно, 200 метров не показывает. Но, особенно на закате и на рассвете, есть такое понятие, как термоклин. Это когда холодная вода, которая находится снизу, и верхний поверхностный слой прогревается на солнце, они смешиваются. И здесь тогда показываются цифры. Так вот, чтобы вам не было страшно, это не настоящая глубина. Потому что, если вы такое видите, то в любом случае всегда вам будет стрёмно. Это просто за счет разной плотности воды наш эхолот определяет это как точку, от которой отражается сигнал. Вот и все. Вы знаете, что видео, которые мы постим, они идут с небольшой задержкой. Потому что мне нужно прийти, разобрать, снять, смонтировать. Иногда эта задержка очень большая. Если вы хотите видеть, что происходит вот прямо здесь и сейчас, у нас есть телеграм-канал. Ссылочка будет в описании, вы сейчас видите на экране ее также в углу. Поэтому переходите по ссылке, подписывайтесь на телегу, потому что там контента просто в разы больше. Мы постим вот прямо здесь и сейчас, что происходит. Какие-то красивые виды, иногда какие-то мысли. Поэтому в телегу подпишитесь. Валим боком. Вот ветра сколько наша скорость. Если бы не спинакер, мы бы, наверное, вообще стояли. Так, опреснители выключил, смотрим. О, 75%. Вот это мы нормально наварили воды. Теперь у нас ее будет дофига. И вот мы за чуть меньше суток использовали 12% топлива. Я считаю, великолепно. Сейчас бортовой журнал. Я его так очень грубо веду, там пару раз в день всего. Часто не пишу ничего. У меня здесь дата, время, координата, давление очень важно. Волна, сила ветра, направление, курс, часы на двигателе, часы опреснителя. Под чем идем? Distance to Destination. Ну и здесь какое-то примечание, если надо. Вот это у меня с Rayotei. Ну и вот до текущего момента. Ну он такой очень коротенький журнальчик. На самом деле, я не знаю, зачем нужен бортовой журнал. Сейчас его никто не ведет. Он не является обязательным требованием для Pleasure Craft. То есть хотите ведите, хотите нет. Мы ведем просто, чтобы какая-то рутина была. Чтобы, ну, что-то вот делал регулярно. Потому что в переходах, в любом случае, рутина эта важна. Мы идем около четырех. Вот смотрите, какой у нас океан вокруг. Просто ровный-ровный. Закат прямо, вот его даже немножко видно, прямо за парусом. И получается такой очень красивый красный свет на всю лодку. Как заказывает. Небольшая? Да. Поддержать? Нет. Хорошее такое. Как заказывает. Хопа. Дина? Придем. Хороший. Как надо. Что себе привезти? А? Вот такой вот тунец. На пару килограммчиков. Может, даже больше. Килограмма на три. Что случилось? У меня чуть не врезалась рыба. Я сидела, и она пролетела в миллиметре от щеки. У меня даже след остался. Ого. Сейчас я покажу. Она уже все. Так она и размера какого. Посмотри, какая она огромная. Да, где она там все? Синяя такая красивая. Это смешно. Очень страшно было. Я так испугалась. У меня же вся кожа мурашками. Так она тебе чуть попала? Она вот так пролетела. И у меня аж, знаешь, сырое тут на щеке. Типа не мокрая. Как-то, я не знаю, то ли отбрызнула от нее, то ли что-то. То ли она меня там крылом цепанула. Но прямо вот реально я почувствовала ее. Ну, она такая грохотная. Бааа. Большущая такая. Всем доброго утра. У нас очередной день. Всю ночь мы шли под Генакером. Я вообще под Генакером ночью ходить не люблю. Потому что это большой парус. И он постоянно требует внимания. Вы можете спросить, какого внимания. Давайте я немножечко объясню, как это работает. Асимметричный спинакер. Это, кстати, тот парус, который у нас. Его называют еще иногда Генакером. Но правильно, асимметричный спинакер. Так вот, у него диапазон работы идет от 90 до 180 градусов. То есть, грубо говоря, на пополам и на попутных ветрах. Если у нас увеличивается ветер, его зарифовать нельзя. То есть, вот он есть, как есть. Единственное, как это работает, когда у вас apparent wind увеличивается. Так как на нем очень большая мощность, то он моментально лодку ускоряет. При увеличении вашей скорости у вас падает apparent wind. И у вас получается такая прогрессия, когда лодка разгоняется для того, чтобы уменьшить apparent. Но при этом ветра там меньше не становится. И вы можете прийти на такой режим, когда у вас большая скорость. И вас начинают передозить. Вы начинаете тормозить, а ветер еще увеличивается. Вы еще тормозите, еще увеличивается. И вы попадаете в такую ловушку, когда вам просто уже некуда деваться. Поэтому нужно очень внимательно следить за этим парусом. И вот так вот на халяву, типа, лечь и проспать там 3 часа на вахте не получится. И да, мы на вахте здесь спим. Потому что, ну я сплю 20 минут, Дина не спит. И еще при увеличении вашей скорости у вас немножко меняется угол. Кстати, если вы хотите разобраться, как это работает, напоминаю, что у нас есть онлайн курс. В котором это очень хорошо показано, рассказано. Поэтому подписываемся и узнаем, как это все работает. Если будут вопросы, опять же, телеграм-канал, можете писать. Я обычно стараюсь всем отвечать, если там нормальная погода. И мы где-то в нормальном режиме сейлим. У нас сейчас новый день. Солнышко встает. Теплые одеяльца. Потому что ночью все-таки бывает достаточно прохладно. Давайте я вам сейчас покажу красивый восход. И сейчас немножко отклоняемся от курса. Вот идем вниз. Уже где-то на полторы мили ушли. Но это связано с тем, что видите, у нас угол 170 и выше. И парус может начать заполаскивать. Он сейчас там отболтается уже весь. Вот и осталось нам идти 60 морских миль. Ну, в общем, вот такая вот история. Сейчас немножечко отверну, чтобы набрать парус, чтобы он не болтался. И буду запускать спиннинги, потому что получится поймать какого-то карася вкусного. Мы сейчас идем на дедран. То есть у нас ветер 170 минус 170. Мы стараемся держать минус 170. Но, тем не менее, парус периодически хлопает. Потому что, когда мы слетаем вниз с волны, то наш аппарент становится непонятный. То есть у нас наша скорость становится быстрее, чем дует ветер. И как бы парус начинает делать свои непонятные движения. Типа вот такого вот, только еще иногда сильнее. В общем, приходится стоять и постоянно держать курс. Такой, чтобы парус наполнялся. То есть так как на газ так он иногда заходит и с волны нас разворачивает. Вот эти вот там 5-10 градусов. Они сейчас являются супер критичными. Ну и реально не очень удобно, конечно, идти, когда вот надо вот так вот тончить. Ну что, давайте итоги подведем по поводу королевства Тонго. Потому что вот сейчас мы как бы покидаем Тонго. У нас спереди Минерва, которая де Юре является также частью Тонго. Но про это мы расскажем вам позже. А де-факто это вообще просто там даже земли нет. Но про это будет позже. Давайте сейчас вот мнение твое по поводу королевства самого. Ну мне понравилась очень Тонго. Вообще по всем параметрам. Офигенное место. Хорошие люди, добрые, ненавязчивые. Простенько. Очень классные цены. Вообще прям супер дешево по сравнению с всей французской Полинезией. И со всеми нашими местами. Мне кажется, даже дешевле, чем в Панаме. В самих городах такое все немножко убогое. Но в ресторанах классная еда. Хорошие продукты. И очень много они выращивают фермерских овощей. То есть там прямо полные прилавки всегда. И это явно прямо вот откуда-то с соседних грядок. Еще эти острова прикольны в том, что очень такие компактные. То есть достаточно близко между ними ходить. Там все в рамках светового дня практически. И их огромное количество. А с моей точки зрения оформление здесь очень простое. Ну, такое немножечко бюрократическое. Но в принципе достаточно легко решаемое. С точки зрения навигации чуть-чуть сложновато. Потому что очень много мест, в которых большая глубина. И надо стоять на большой глубине. И если как бы наша лодка была одна, это еще там проблемы не было. Но если лодок будет больше, то многие места действительно так как бы не очень много места для расположения. При этом очень много милей, очень много рифов, очень много локаций, которые нужно проходить достаточно сложно. Поэтому не могу сказать, что это акватория для новичков. Но по большому счету сюда новички вряд ли попадут. У нас ветер сполз еще сильнее. Мы поменяли ГАЛС. Теперь мы идем на... Ай! Старборд так. Это значит, что ветер дует нам старборд. Вообще, чтобы вы понимали, два есть борта. Порт сайд и старборд. Порт это левый борт, старборд правый. И когда ветер дует правый борт, это называется старборд так. То есть ГАЛС это то, куда дует ветер, а не то, куда стоит парус. Не путайте, пожалуйста. У нас сейчас ветер дует хорошо. Смотрите. 153. Мы... Он, кстати, слабенький тоже, но мы идем почти вот сейчас 5 узлов. Нам осталось 30 миль. Я думаю, что если мы будем идти со скоростью 5, мы дойдем, когда еще будет светло. 4, еще будет тоже светло, но уже не хотелось бы. Возьми. 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 Еще, еще. Возьми. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, и весь карась Все мокрое, все Ну хорошо хоть сейчас все поотмывали Ну вот, полная кастрюля, махи-махи Сейчас будем думать, что с ней делать Вялить Но жарить же на гриле мы тоже будем Ну на два раза пожарить И остальное вялить Вот такая вкусная рыбка у нас будет Уууу, класс После того марлина любая рыба вынимается Легко и непринужденно Особенно, когда Дина в нее с пестика пальнула Ты очень брутальная Ты знаешь об этом? Да, приходится Шандорах, и будем есть махи-махи Давай, поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас, сейчас А надо, чтобы мачка не улетела Я шел Да, ты это все просто запихивай внутрь этого паруса Вот мы уже сейчас подходим к рифу Его еще не видно Хотя мы уже от него совсем недалеко И там около 100 метров ширины заход Я думаю, этого нам более чем хватит Но так приходится Если стемнеет Будет, конечно, залазить в непонятные места Тяжело Но мы, я думаю, придем еще будет хотя бы смеркаться Спереди уже видно риф Вы его не видите И я его не вижу Но он есть Но зато видно некоторые камушки, торчащие из воды Но на камере их точно видно не будет То есть это просто открытый океан И где-то в нем есть заход Вот так все Ну вот, народ, мы пришли на Минерву Риф Что это такое? Это место, которое находится вообще просто посредине океана Про это будет следующий ролик А на этом наш переход подошел к концу Спасибо, что посмотрели Подписываемся на канал Проверяем колокольчик Ставим лайк Пишем коммент И напоминаю, что у нас есть телеграм-канал Который вот сейчас на экране И ссылочка, естественно, в описании И ссылочка, естественно, в описании Поэтому подписывайтесь на телеграм Также там много всего интересного А с вами до встречи Уже в следующем выпуске Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok